За два с половиной года своей работы омбудсмен по взаимодействию с фермерами получил более 700 обращений. По словам Вячеслава Легкодуха, четверть из них приходится на просьбе наладить диалог с районными властями, а более 60% касаются земельного законодательства и правовых вопросов. Фермер из Анапы приехал получить консультацию. Сегодня в нашем городе на подъеме не только санаторно-курортное направление. Неплохие результаты и в сельском хозяйстве. Только в этом году экономический рост в этом секторе составил 58%. Средняя зарплата по отрасли – порядка 30 тысяч рублей. Фермеры активно занимаются обновлением парка техники, и вот здесь они рассчитывают на помощь краевых властей. Суть моего письма была такова. Есть ли какая-нибудь поддержка для фермеров, которые покупают дорогостоящую технику? Есть ли какие-нибудь возвраты, субсидии? Вы получаете технику без первоначального взноса и только через полгода начинаете за нее платить. Помощь может быть оказана не только при покупке сельскохозяйственной техники. Можно получить субсидии на работы по подготовке земли к закладке сада или на закупку саженцев. Фермерам, которые обращаются, сегодня доступны консультации с представителями прокуратуры, Росреестра, Министерства промышленности, сельского хозяйства и Департамента имущественных отношений. Для оперативной работы была создана краевая рабочая группа по обращениям фермеров. К фермерам стало легче вести бизнес. Фермеры отчетливо на сегодня выстроена система. Они прекрасно понимают, куда можно обратиться в первую очередь, и кто их помощник в районе на местах. Выйти из спора или избежать нежелательных судебных тяжб, проконсультироваться, оформить субсидию – все это можно сделать через представителя губернатора. Аналогично краевой были созданы рабочие группы в каждом муниципальном образовании Краснодарского края.